Опыт предложил человек, внесший достаточно большой вклад в развитие акустики, в том числе в вопрос о том, как мы говорим и как мы слышим, Герман Гельгольц. Он создал резонатор Гельгольца. У нас представлены три резонатора. Они большие, и я думаю, что вам они хорошо видны и без видеокамеры. Значит, резонатор представляет собой шар, и от шара отходит маленький отросточек с дырочкой. Вот через эту дырку, если здесь образуется волна стоячая, то есть когда у нас между двумя частями этого резонатора укладывается целое число длин полуволн, через отверстие маленькое, которое проделано в торце этого резонатора, вот здесь оно видно, начинает выходить поток воздуха. И эта вертушечка, которая у меня сейчас в руке, начнет, как я надеюсь, вращаться. Сейчас она неподвижна, я ее остановил. Но если пойдет поток воздуха, то она завертится. Давайте попробуем это увидеть. А заодно оценить, как зависит высота тона, да? Что такое высота тона, я думаю, все понимают. Чем бас отличается от сопрано, могут понять даже те, которые в музыкальную школу не ходили. А когда, да, какой у нас завертится, вернее, когда завертится большой, и когда завертится средний, и когда завертится малый? Да, резонатор, вернее, не сам резонатор, а когда поток воздуха пойдет из большого, среднего и малого резонатора, какой в это время будет звук? Запомнили, да? Начался вращаться у большого резонатора, вертушка. Запомнили, да, какое было звучание? Запомнили, да, какое было звучание? И теперь у малого резонатора начала вращаться вертушка. Спасибо. Обратите внимание, что динамик дул, если так можно выразиться, во все три резонатора, но вращалась только одна вертушка, когда была нужна длина волны, которая укладывалась как раз в этот резонатор.